Многие из СМИ получили в рассылку анонимное письмо. Как вы думаете сами, кто это написал? Уволенные сотрудники? Все-таки газовый отрасль – это чуть-чуть другой вид спорта. Как вы попали на эту должность? Если ты пахарь, если ты компетентен, тебе дают повышение. Масштаба, которую мы увидели, вот эти правонарушения, как в Казагазе, я нигде в мире не видел. Одну из дочерних предприятий, национальной компании, хотели приватизировать за бесценки. Мы строим индустрию без ажика. Действительно ли, что добыча газа убыточна? Газ-то он в недрах, его нужно еще достать, переработать. Ежегодно национальная компания «Казагаз» теряет 180 миллиардов тенге, убытков из-за кроссубсидированной внутренней ценой. Вообще в Казахстане газа очень много. Санжар, на днях, я думаю, многие СМИ получили в рассылку анонимное письмо про вас, о вашей работе. И вы, наверняка, его тоже видели, читали. Да, читали, видели. Вы его когда увидели? Ну, пару дней назад. Здесь пишут про год вашей работы, и мне понравилось несколько моментов, которые я хотела бы у вас уточнить. В этом письме пишут, что вы уволили людей, и перед увольнением они получили 6 должностных окладок. Причем они пишут, что это люди некомпетентные, которые были аффилированы с прежним руководством. Ну, Динара, в первую очередь, спасибо за приглашение, мы всегда открыты. К обсуждению любой пункт этой анонимки или других слухов мы готовы открыто обсуждать. По коллективному договору национальной компании «Казахстан» предусмотрели так называемый «золотой парашют», оказывается, в предыдущие годы, и любой работник национальной компании мог претендовать на 6-месячный оклад. Как вы думаете, это справедливо или нет? Я думаю, что нет. Мы тоже так считаем, особенно если смотреть, в какой стадии находится газовая отрасль, кризисная ситуация. Но национальная компания убыточная, и мы должны реанимировать ее. Из-за этого мы этот процесс остановили, этот «золотой парашют» остановили. Коллективный договор — это инструмент взаимоотношения трудовых договоров с работодателем. Так что, да, применили очень много усилий, чтобы изменить этот коллективный договор. Понятно, что многие против. Ну и также со многими аффилированными лицами, родственниками и другими людьми, которые были вовлечены в каких-то правонарушениях, в каких-то схемах, прокладках. Конечно, мы расторгли трудовые договора. Все согласно Трудового кодекса РК. И шесть должностных окладов они получили? Некоторые получили, а некоторые уже остановили по новому процессу. Следующий пункт. С начала января 2023 года было уволено пять директоров ключевых департаментов, и на их места назначены родственники, земляки. Я тоже, кстати, ваша землячка, ажинарки. Что-то меня там нет. Могли пригласить на должность пресс-секретаря, например. Такие анонимки будут поступать и поступали раньше. Если хочешь справедливую систему, готовься к реакции. Так что многие работники, которые были вовлечены в разных схемах, хищениях, правонарушениях, а также есть работники, которые просто не справились с своей работой, согласно Трудового кодекса предусмотрен трехмесячный испытательный срок. Так что мы двигаемся согласно закону и расстроены. Не, но родственники устроены на работу к вам? Никаких родственников нет. На самом деле был такой пример, я вам расскажу. Один из работников, руководителей ДЗО, дочерних дозависимых организаций, прошел через транспарентный процесс отбора персонала. И два месяца спустя, как он начал работать, к сожалению, у него умерла мать. И я собрал коллектив, попросил коллектив, давайте как единый дружный коллектив пойдем на Жаназа, на похороны. Все-таки человек, наш сотрудник, пожилой. Мы же казахскую традицию, в казахских традициях были воспитаны. Кто-то подхватил и решил интерпретировать это в своем корыстном намерении. И сказал, что это родной дядя, родной брат и так далее. Такие же вещи легко можно в базах данных. Можно зайти на сайт Кирбу и Едилову. Легко можно доказать. Там всегда есть такая связка, всегда можно увидеть. Так что никаких родственников, это всегда можно перепроверить. У нас подход мероприятический. Я сам за рубежом работал, всегда своим трудом, всегда нужны специалисты. Так что у нас процесс трансформации компании идет, и нам нужны сильные кадры. Антикризисные менеджеры, потому что компания находится в кризисном состоянии. И настоящие профессионалы своего дела, отраслевки. Я бы здесь хотела сразу задать вопрос. Вы приехали из Украины, и вас назначили представителем правления «Казахгаз». Ваше назначение было неожиданным для многих, потому что за 30 лет жизни мы привыкли, что в нефтегазовом секторе всегда в этой отрасли повышение должности получают либо члены семьи первого президента, либо это кто-то из команды Тимура Кулебаева. Но это не секрет, да? Тут неожиданное назначение. Как вам удалось, как вы попали на эту должность? По мероприятию, я считаю, совершено случайно. Я более 15 лет был за рубежом, обучался там благодаря программам Казахстана. Сам Саула просто пахал, учился хорошо, ну и попал в университет Техаса и начал работать в компании «Эксэмобил». А там чисто по мероприятию. Если ты пахарь, если ты компетентен, тебе дают повышение зарплаты, карьеры. География работы с Калифорнией, с Техаса до Аляски, Колумбии, Сахалина, Москвы, Лондона и в Саудовской Аравии, в разных странах — это результат, наверное, такого труда. И за рубежом нет такой дискриминации с какой-то стороны. Главное, ты компетентен. И вообще в Казахстане после январских событий очень много позитивных изменений мы видим. И президент принял стратегическое решение, которое сподвигло Казахстан на тектонический сдвиг. Что это такое? Казахстан всегда был нефтяной страной. Все в мире знали Казахстан как нефтяной страной. Хотя у нас газа много, но мы на газовую отрасль особого большого внимания не оказываем. Надо это открыто говорить, признать это. И стратегические решения президента все-таки обернуться к лицам газовой отрасли, заняться этой отраслью комплексно, выделить Казтрансгаз и Казбунайгаз, сделать ее отдельную национальную компанию — это было важнейшее решение, которое было доказано временем, что это было очень своевременно. И нужны были кадры, потому что все-таки это большая отрасль, в которой компетенций у Казахстана не так уж много. Мы все-таки нефтяная страна. Хоть это нефтегазовая отрасль, все-таки газовая отрасль — это чуть-чуть другой вид спорта. Из-за этого нужны были кадры. Я работал в газовых компаниях, в газовых странах, в разных странах по миру. И меня просто отобрали по резюме, пригласили, я согласился. А вы сами отправили это резюме? И куда самое главное отправлять резюме? Нет, я не рассылал. У меня была достойная работа, очень хорошая зарплата в разы выше, чем сейчас. Я был доволен работой, набирался опыта. Конечно, у меня был всегда ultimate goal — вернуться в страну, на родину. Скучал по Казахстану, более 15 лет работая за рубежом. Всегда стремился, но ждал, пока появятся возможности. Бог дал такую возможность. Отобрали, пригласили. Как это происходило? Вам позвонили, сказали, Санжаров, прилетай в Астану. Да, неожиданный звонок. Сказали, что вот мы отбираем претендента, вы один из претендентов. Хотели бы с вами провести интервью, у вас будет серия интервью. Готов ли вы рассмотреть такую возможность? Я был удивлен и начал расспрашивать про компанию. Просто раньше обычно, чтобы такую должность занять, это обязательно как раз-таки должен быть родственник, агашка, какой-то человек, который тебя будет двигать. А тут, я думаю, это огромный стимул для людей, для наших земляков, которые сейчас работают за рубежом, что в один прекрасный день тебе позвонят Сахурды и скажут, прилетай, ты один из кандидатов на высокий пост. На самом деле это был большим сигналом, наверное, для всех. И очень для меня отрадно было, что без никаких связей, без никаких аффилированностей меня взяли и пригласили. И мы поставили огромные задачи, конечно, очень сложные, но я с радостью согласился. Потому что, живя за рубежом, работая в чужой стране, ты всегда думаешь, как же вернуться в свою же страну, родину, и все-таки свой посильный вклад внести. Это шикарная возможность. Я безмерно благодарен главе государства за предоставленный шанс. И мы пашем 24 на 7. Я думаю, что один из, наверное, достоинств в вашем резюме, это было то, что вы рекордсмен по бурению. Насколько я знаю, на Сахалине вы там пробурили 13 тысяч метров, да? Совершенно верно. На самом деле это нельзя сказать, что только моя заслуга, это была заслуга команды. Я был главным инженером компанией ExxonMobil, остров Сахалин, первый офшорный проект в России, мегапроект, и там мы били все мировые рекорды. Почему? Мы бурили с острова, наземной установкой бурения, под Охотское море, 13, а то и сейчас уже до 15 километров. Ну, таких скважин я 8 пробурил с команды, да, то есть от А до Я, то есть я был главным инженером, проектировал эту скважину, готовил команду и экзекьюшн самого бурения, да, на буровой площадке. Около 200 человек состояло это, как бы, в нашей команде. Мы в 2014 году побили мировой рекорд, и это было не только технологическим рекордом, но и по бюджету очень оптимально мы все-таки справились. Где этому вообще обучают? Ну, вообще в компании ExxonMobil очень такая комплексная professional development программа, профессиональное развитие, да, программа, которую делают из инженера, компетентного инженера, то есть мировая обкатка. То есть можно сказать, вам повезло, да, что ваша первая работа это ExxonMobil? Да, устроиться в компании ExxonMobil было очень тяжело, устроился, ну, дальше внутри ExxonMobil большая конкуренция, потому что там очень серьезные ребята собранные, ну, дальше нужно каждый год конкурировать, потому что если ты в десятке нижнего рейтинга, да, тебя увольняют, так что там тоже жесткие требования. А вы изначально, получается, пришли в ExxonMobil инженером по бурению, да, то есть есть такая профессия? Да, совершенно верно, хотя я инженер и по широкого профиля, и по геологии, по разработке, добыче, ну, раз такое предложение было по бурению, решил стать бургиком. Вот настоящая меритократия, да, когда ты приходишь инженером, растешь, 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 пац, и становишься представителем управления Казахгаза. Возвращаясь к этому анонимному письму, вот давайте последний вопрос. Еще одно, что меня удивило, стратегия, да, написание стратегии Казахгаз на сумму 700 миллионов тенге. Правда это или нет? Вопрос стратегии, это важнейший вопрос для газовой отрасли, да, для любой компании. Когда я пришел на эту компанию, на эту должность, я в первый вопрос задал, где наша стратегия национальной компании Казахгаз, стратегия газовой отрасли, куда мы движемся, куда мы идем? Ответ был, такой стратегии нету, надо ее с нуля разрабатывать. Понятно, что какие-то части стратегии раньше разрабатывались, но не было комплексной стратегии газовой отрасли. Ну и президент дал прямое поручение по разработке комплексной новой газовой стратегии страны и национальной компании Казахгаз. И мы приступили к этому делу. Но это очень сложная работа. Почему? Столько тектонических изменений не только в Казахстане, но и по всему миру, особенно в газовой отрасли. Ну, нужно было привлечь сильнейших аналитиков мира и казахстанских аналитиков. И мы провели большую консультацию с фондом Самрук Казана, получили подтверждение и тех заданий с ними сформировали и отобрали серьезную компанию, которая имеет большой опыт именно разработок газовой стратегии в крупнейших компаниях мира. Также и привлекли наших аналитиков в Казахстане, и мы разработали ее. Кстати, последние 6 месяцев мы занимались этой работой, закончили ее. Вот сейчас проходим вопрос согласования с индикацией и в конце июня мы презентуем это главе государства. То есть сумма реальная? Да, реальная. И для такой работы это более чем адекватно. А эта стратегия на сколько лет вперед? На 10 лет. Вот на 2023-2033 годы. То есть учитывать, что она на 10 лет, то это не так дорого, да? Да, конечно. Потому что у нас объем работы очень большой. Триллионы и триллионы привлечений инвестиций и вообще инвестиций в газотранспортную систему, в гелоразведку, в газохимию и так далее. Это все делается для развития национальной экономики. Как вы думаете сами, кто это написал? Уволенные сотрудники? Да, уволенные, недовольные сотрудники, которые хотели бы продолжать незаконный доход, хотели бы продолжать даже свою некомпетентную работу. То есть если вопросы были к ним по компетенции, которые не прошли испытательный срок. Люди, которые аффилированы, родственники, друзья и так далее. Чьи? Ну, людей, которые занимались этими нарушениями в компании. Я бы хотел еще один пример сказать, такой вопиющий кейс про квартиры. Вот представьте, Динара, если вам предложат в центре Алматы премиум-класса квартиру и в прайм-локации Алматы за квадратный метр 300 тысяч тенге и рассрочка 20 лет. Это хорошее предложение? Это шикарное предложение. Совершенно верно. Да. А представьте, если это с национальной компанией. Вот такой баланс, такой кейс, оказывается, ЖК премиум-класса в Алмате оказался на балансе Каза Газа. И такие шустрые сотрудники национальной компании Каза Газа подсуетились, решили это себе все забрать по очень низкой цене и начали реализацию такой, ну, схемы такой, и начали раздавать своим друзьям, там, родственникам, коллегам. И даже счастливым обладателем такой квартиры оказался председатель жилищного фонда Каза Газ. Ну, это мы считаем несправедливо. А изначально зачем этот дом строили? На самом деле его не строили, Каза Газ не строил. Каза Газ в свое время, ну, Каза Трансгаз в то время разместил свои средства в одном из банков. Банк стал проблемным, дефолтнул, и в виде возврата кэша вместо кэша дали ЖК. И надо было это реализовать и вернуть кэш. Ну, если ты реализовываешь по низкой цене, тогда наносится ущерб. Мы этот процесс остановили, правоохранительные органы занимаются этим вопросом, так что, как бы, Владом превратили. Сейчас квартиры все вернутся. Сейчас все в Каза Газ возвращается. Сейчас спренд такой. Да, да. Да, я всегда говорю, ворованные деньги, это как деньги в кредит, да. Затем все равно должны через какое-то время вернуться. И вот здесь я бы хотела, знаете, спросить по делу Хайрата Буранбаева, да. Каза Газ был потерпевшей стороной, да. И сумма ущерба 14,5 миллиардов тенге. Ну, на самом деле процесс, вот такие громкие дела, это же больше прерогатива правоохранительных органов. Мы, как антикризисные менеджеры, наша задача именно восстановить справедливость. Мы считаем, если был нанесен ущерб национальной компании, он должен быть возмещен. А как вы его выявили? То есть это была ваша инициатива с вашим приходом? Или вот до вас уже пришли органы? Это до нас. Процесс шел долгий. И понятно, что когда правоохранительные органы заходят в национальную компанию, ты не сопротивляешься, а сотрудничаешь. И на самом деле это же было такое большое поручение по проведению комплексного аудита внутри национальной компании. Мы начали своими силами аудит делать, ну и поручение руководства страны и всем правоохранительным органам. Так что такой большой процесс ведется. А сколько шло следствия? Очень много таких дел. Я точно не уверен, это дальше больше вопрос на правоохранительные органы, но я уверен, это такой долгий срок, потому что это комплексная программа. Вам в общем повезло, да? Вы пришли и тут как раз следствие идет. Ну не то, что повезло, это забирает очень много энергии, да, и на самом деле у нас же основная задача, мы же производственники, мы же отраслевики, мы занимаемся реанимацией отрасли. Но помимо этого вам приходится еще и параллельно, это же тоже идет, да? Да, это занимает время. Я бы хотел еще один пример сказать насчет таких схем предотвращения ущерба здания национальной компании «Хазакгаз». Мы, когда пришли в эту компанию, узнали, что национальная компания сидит в арендованных зданиях. И вот представьте, если вы их бизнесмен-динара, да, у вас свое здание и у вас арендатор арендует в три раза выше средней цены по рынку и дает вам предоплату на один год вперед. Слушай, ну шикарно. Шоколадная сделка. Ну вот в такой сделке оказалась национальная компания, что здание принадлежало частому бизнесмену, компании, то есть юридическому лицу. И предоплата за год вперед была сделана. 16 тысяч тенге за квадратный метр была оплачена, когда средняя цена там 5-6 тысяч за эквивалентное... А что это за здание? Ну где мы сейчас сидим, да, то есть, да, и за последние несколько лет мы много-много что переплатили. Правоохранительные органы это выявили и остановили этот процесс. И кто это, бенефициар? Ну, бенефициар там, конечно, мы не знаем, это юридическое лицо, сейчас в целях, наверное, следствия-то там все не разглашается, но главное, около 10 миллиардов тенге было возвращено национальной компании. Благодаря правоохранительным органам и комиссии по демонополизации. И вот буквально пару дней назад, можете нас поздравить, мы наконец получили это здание в наш баланс, и не только 10 миллиардов тенге было возвращено государству, но и ежегодно мы экономим 1,6 миллиардов тенге на аренде. В итоге справедливость всегда восторжествует, да? Совершенно верно. А какие еще нерешенные вопросы вот в наследство вы получили от супруга Доригины Зарбаевой, Хайрата Шайпаева? Ну, еще один пример, наверное, это одну из дочек, дочерних предприятий, национальные компании хотели приватизировать за бесценки, то есть рыночные. А что за компания? Ну, это не буду, наверное, в детали впадаться, но это особо даже не важно. Факт в том, что это был core business, да, то есть это была основной частью нашего equity-стории, мы готовимся к IPO к 25-му году. Для нас очень важно сохранить наши core businesses, на которые мы можем строить наши, как бы, ценности, да, инвестиционную привлекательность. И рыночная стоимость этой компании была 13 миллиардов, хотели реализовать за миллиард. То есть мы этот процесс тоже остановили, ну, и отменили эту сделку и предотвратили такой ущерб. Более того, мы даже инвестируем в эту компанию, развиваем дальше, потому что это core business. Так что таких примеров много. Мы унаследовали интересные активы со многими проблемными вопросами, это газоперерывающий завод на Кашагане. Газоперерыводка является одной из самых важных задач газовой отрасли. Почему? Вообще в Казахстане газа очень много. Мы добываем около 55 миллиардов коммитров в год, а потребляем всего лишь там 26, то есть половину, да. И это достаточно для того, чтобы покрыть все наши необходимости, да, внутреннее потребление, то есть мы самодостаточная страна. Но если бы мы перерабатывали больше, мы могли бы до 55 миллиардов коммитров дойти, то есть когда из скважины выходит газ, он сырой газ, он неподготовленный. Для того, чтобы его потребить населением или же бизнесом, да, индустрией, его нужно подготовить. Для этого и газоперерывающий завод и нужен. И за это у нас одна из самых важных задач, это ускорение строительства нескольких газоперерывающих заводов. Это вот в первую очередь на месторождение Кашаган. И когда мы пришли в эту компанию, узнали, что газоперерывающий завод строится силами национальной компании, но она находится на балансе у частного предприятия. И понятно, что это тоже не было, наверное, справедливо. А строится за счет чего? За счет газа? Ну, за счет частного инвестора, но с помощью тоже инвестиций и помощи национальной газовой компании. И вообще, по идее, это все должно было быть на балансе Казак-Газ. И опять-таки, благодаря правоохранительным органам и комиссии демонополизации этот актив был возвращен. То есть в конце августа прошлого года мы вернули этот актив на наш баланс. И какая стадия была? В то время был форс-мажор, строительства были остановлены, людей не было, проблемы с оборудованием, которые были застряли в разных странах, куча юридических, финансовых вопросов было. И мы все это реанимировали. Сейчас на площадке работают 750 человек. Определена новая команда, опытная, компетентная. Юридические вопросы решаются, финансовые вопросы. Так что мы вас, Динара, лично приглашаем на пресс-тур, на этот газоперерабатывающий завод. Очень интересный. Вообще, это технологически сложный процесс и инвестиционно-капиталоемкий проект. Ну, в принципе, если посмотреть, мы строим индустрию без ажика. Такое ощущение, что до вашего прихода, получается, в Кастронсгазе, ну, сейчас уже Казахгаз, да, то есть там вообще что хотели, то и делали, да? Раздавали квартиры, оплачивали какую-то баснословную аренду, да? Строили завод вообще для кого-то. Ну, на самом деле, мне кажется... Вообще, куда смотрели органы до этого? Мне кажется, под одну гребенку все это нельзя говорить, потому что надо отдать должное, что в газовой отрасли были сделаны большие проекты, как Беню, Базурш, Шемкент, это основная артерия Казахстана по газотранспортной системе, она построена, успешный проект, азиатский газопровод. Это прорывные проекты, они были сделаны, так что надо это признать, отдать должное. То есть что-то все-таки было сделано? Ну, конечно, да. А вот сколько денег было потрачено на газопровод Сарарка, который должен был газифицировать нашу Астану? Да, ну и он достроен сейчас, астану газифицирован. Около 270 миллиардов тенге, насколько я знаю. Ну, он был построен не силами Кастрансгаза, это там другая компания занималась, так что очень важный газопровод для газоснабжения Астана. Мы сейчас через этот газопровод газоснабжаем Астану и Караганду и Жесказган, других городах. Вот вы говорите, что у нас запасов газа очень много, да, но при этом мне все время удивляет, что вот мы вроде живем в нефтегазовой стране, но при этом покупаем газ там у России, да, и у нас высокая цена на газ, и его не хватает. Почему? Не, на самом деле в Казахстане очень много газа, да, то есть 3,8 триллионов кубметров извлекаемых запасов, которых хватает там на десятки лет, я сказал, 55 миллиардов мы добываем, потребляем всего лишь 26. Так что газа много, дело не в ресурсах, просто нужно сделать отрасль инвестиционно привлекательной. Вы слышали несколько раз, что дефицит товарного газа, да, случился, да, в 22-м году и, возможно, в 23-м, это во время пикового режима. Что такое пиковый режим? Во время осеннего-зимнего периода, отопительный период идет, потребление Казахстана растет. Кстати, мы в конце 22-го года побили исторический рекорд за 30-летнюю историю независимости, мы большую, большой объем потребили, но газотранспортная система, она не была готова предоставить этот ресурс, хотя этот ресурс имелся, да, из-за этого у нас пришлось, нам пришлось ввести ограничения по многим областям, большое потребление у нас на юге, да, и попросили перетерпеть это, пока мы модернизируем газотранспортную систему. Так что такие кратковременные ограничения должны быть введены. Ну вот и как президент на прошлой неделе озвучил на совместном заседании парламента по рациональному использованию газа, по комплексной программе управления спросом на газ, да, по дифференцированным тарифам, чтобы была справедливая тарификация и так далее. Так что это очень большой шаг, очень справедливый шаг, да, для газовой отрасли, который сделает нашу отрасль более инвестиционно привлекательной. Так что наша цель быть самодостаточной, мы сейчас ни у кого не импортируем, так что у Казахстана своих ресурсов хватает. Мы занимаемся именно увеличением нашей ресурсной базы, гелоразведкой и ускорением строительства газоперерабатывающих заводов. А когда Алматинскую ТЭЦ переведут на газ? Ну, перевод с угля на газ Алматинской ТЭЦ – это комплексный проект, в котором участвуют несколько компаний. Там Самрук Энерго, Казахгаз, Самрук, да. Вот роль Казахгаз – это предоставление инфраструктуры, то есть газопровода и предоставление ресурса газа. В этом отношении мы отвечаем и в этом году мы это свою часть сделаем. Так что у нас такой срок для себя мы поставили, более агрессивный. А по общему сроку это уже больше, наверное, вопрос к Самрук Энерго и другим компетентам компании. Для нас вообще вопрос экологии Алматы очень важный. Благодаря поддержке Акима города Алматы проводится ряд мероприятий по улучшению экологии, в которые газовый отрасль может помочь. Это вот перевод ТЭЦ. А второй проект я бы хотел заакцентировать, что это перевод автобусного парка города Алматы с дизеля на компримированный природный газ. Компримированный природный газ — это тот же метан, трубный газ, который 200 раз сжимается и становится компримированным. Я хотел бы здесь отметить, что газогаз никакого отношения к жиженому газу не имеет. Это отдельная индустрия. Жиженый газ — это пропамбутаны и другие фракции углеводородов. А мы только занимаемся метаном. Так что вот с этим проектом, с Акиматов города мы договорились строить еще больше газовых заправок компримированный природный газ. У нас там пять имеется, еще два строим. Так что это такой большой плюс по дизелю, потому что он КПГ, компримированный природный газ, в два раза дешевле, чем дизель. И, понятно, экологически чище. Аналогичную работу мы введем с Шенкентом. Тоже большой мегаполис, тоже большая программа настроена. И мы хотим перевести все автобусы на компримированный природный газ. А есть точная дата, когда Алматинский ТЭЦ перейдет на газ? Сейчас, кажется, рассматриваются разные даты, точно не помню. Для нас мы просто себе цель поставили, до конца 2023 года мы свою задачу выполним. А столичные ТЭЦ будут переведены на газ? Они уже на газу оперируют. То есть у них есть... Два ТЭЦ, да? Да. То есть у них есть альтернатива и на угле, и на газу. Когда, например, газа не хватает, они могут легко перевести на уголь, что отлично. Когда строили эти ТЭЦ, очень умно сделали, предусмотрели, что всегда есть primary backup. Backup — это всегда уголь. С точки зрения энергобезопасности столицы это очень правильно. А что вообще выгоднее для Казахстана? Продавать газ? Или же использовать здесь самим? Ну, конечно, то есть high-valuated products, то есть это так называемая газохимия, например, в нашей отрасли. Лучше переработать это на высокие переделы, заниматься газохимией и выпускать продукции с высокой маржинальности. Это ultimate goal, final destination для нас. Понятно, для текущего субсидирования внутренних цен, которые являются одним из самых низких в мире, нам нужно какую-то часть экспортировать, экспортную в ручку использовать, чтобы кросс-субсидировать внутренние цены. Понятно, так долго не проживешь, как-то нужно тоже, как президент сказал, и правительство сейчас это форсирует, надо приводить в соответствие мировым best practices, лучшим практикам. Так что у нас примерно такая задача. Ежегодно национальная компания «Казахстан» теряет 180 миллиардов тенге убытков из-за кросс-субсидированных внутренних цен. Так называемый наш дивиденд для республики. А есть альтернатива, как это использовать, чтобы может быть продавать газ, но здесь использовать, например, если мы сжигаем уголь, но может быть какие-то фильтры использовать? Ну если, конечно, то есть сейчас новые технологии вводятся, но та же Польша, там генерация электричества 70% на угле, и ничего, живут фильтры, есть новые технологии, наверное, наилучшие доступные технологии, да, и свои парижские соглашения тоже обязательства тоже выполняют. Казахстану тоже этим можно заняться, я знаю, что правительство комплексно этим занимается. То есть нужно сбалансировано это энергопотребление, энергоресурсов, так что это тоже можно. Просто сумма огромная, да, 170 миллиардов теряем? Ну да, потому что мы-то покупаем у недропользователей по дорогой цене и себестоимость у нас примерно 24 тенге за куб, мы продаем по 14 тенге за куб, то за каждый куб мы теряем 10 тенге. Ну если кумулятивно считать наши 26 триллионов, а 26 миллиардов кубометров, да, которые часть из них уходит на экспорт, примерно с нашими операционными деятельностями там 180 миллиардов тенге нашей убытки. Вот сколько вам времени нужно на посту председателя Казахгаза, чтобы обеспечить всю страну газом? Ну в данный момент мы всю страну обеспечиваем. Наш первый осенний-зимний период был пройден бесперебойно. Мы с гордостью это говорим, наши производственники провели большую работу, несмотря на катаклизмы, несмотря на всякие остановки и проблемы ремонтов наших недропользователей, которые добывают газ, да, впервые за историю все три крупные месторождения Кашаган-Тенгиз-Карачигнак были в аварии и остановили, или же временно приостановили добычу газа, и из-за этого у нас была нехватка газа. Но даже с этим мы вышли из ситуации, но Аброймин-Шагаб, ОЗПС закрыли, сейчас уже начали готовиться к следующему отопительному периоду. Да, потребление растет, мы взволнованы с приближающим дефицитом товарного газа, так что нужно срочно ускорять увеличение товарного газа. Мы для себя поставили задачу стратегии Каза-Газ, отвечая на ваш вопрос, Динара, что в трех направлениях двигаться. Первый — это гелогрозетка, то есть увеличение ресурсной базы, и большая работа по именно, не только с Каза-Газом, но и Каза-Газом, и у Каза-Энерго. Второе направление — это газотранспортные системы, это стратегический объект национальной безопасности, модернизация и обеспечение ее бесперебойности. Третье направление — это газохимия, вот Petrochemicals, где для нас тоже core business, почему? Потому что там большая маржинальность. Когда мы все это сделаем, это даст именно импульс развитию газовой отрасли. Чтобы это все сделать, что нужно? Сделать реформу газовой отрасли, чтобы она была инвестиционно привлекательной. Все-таки невидимая рука Адама Смита должна работать. То есть экономика должна себя регулировать, индустрия должна быть привлекательной, чтобы привлекать инвестиции тоже, чтобы не было нагрузки на республиканский бюджет. Недавно президент дал поручение дифференцировать тариф, чтобы те, у кого огромные хоромы, коттеджи, чтобы они платили больше, кто там поменьше, кто поменьше. Вы сказали, что вы на цены не влияете, но вы все равно в этой цепочке. Как вы думаете, когда это начнется? Ну, этой работой сейчас комплексом занимается Министерство энергетики, Самрук, Казана. Мы как отраслевики даем свое мнение. На самом деле сейчас ценообразование выстроено так, что под одну гребенку, как вы и сказали, кто-то владеет большим коттеджем или же кто-то владеет маленьким домом, платит один и тот же тариф. И совершенно справедливо президент дал это поручение. Мы видим такие-то изменения в Узбекистане, в других соседних странах, что это вводится, и это совершенно справедливо. И когда вводишь дифференцированный тариф, что до какого-то объема норматив вводится в месяц, какая-то цена, если выше, будет добр плати. Я жил в Лондоне, в Хьюстоне, в Калифорнии, в штате. Такие дифференцированные тарифы везде. А еще очень холодно. Да, очень холодно. И люди привыкают к этому. Это очень важно для энергобезопасности страны, чтобы не было нерационального использования важнейшего энергоресурса. Еще один вопрос, как у эксперта, хотя вы сказали, что вы к этому газу не имеете отношения, а газовые баллоны. То есть их по-прежнему используют. В нашей даже жанрке, мы с вами из одного аула, там тоже используют газовые баллоны. Мы всю жизнь будем с ними жить? Ну, газовые баллоны — это в основном пропан, да, когда газ занимается метаном. Но на самом деле вопрос — это больше комплексный с точки зрения газификации населения, да. И наша цель — довести максимальное количество там газораспределительных сетей к калитке дома каждого потребителя. Понятно, что она должна быть экономически рентальна, потому что это капиталоемкие проекты, да. А дальше уже подключиться уже к этому, к этой распределительной сети — это уже, наверное, интерес или ответственность к тому же потребителю. Ну, мы придем когда-нибудь к этому? Я считаю, 100% газификации — это даже нерационально, это не нужно. Нет, ну если у нас есть этот газ, почему нет? Ну, у нас очень большая страна. Например, в больших странах, как в той же России, да, там тоже 100% газификации идет, его нет смысла делать. Проводится виртуальная газопровода, то есть так называемый компримированный природный газ или сжиженный природный газ, тот же метан, который 600 градусов жар, да. Создаются хабы, виртуальные газопроводы, то есть транспортируется этот СПГ из города в город и вместо строительства многобиллиардных магистральных газопроводов, очень дорогие, чтобы это не легло дорогим тарифам для населения, проводятся такие виртуальные газопроводы. Так что для отдаленных регионов, в больших странах с большими территориями это хорошее решение. Главное, что ресурс есть. Но густонаселенные пункты мы сделаем максимальной работы по газификации. Действительно ли, что добыча газа убыточна, вот как сказал недавно министр энергетики Саткалиев? Так точно, газ в первую очередь это товар. Товар имеет свою себестоимость. Как она формируется? То есть мы покупаем у недропользователей, добычников газа, газ, у нас свои месторождения есть, да. То есть формируется общий баланс газа, который мы должны купить, еще транспортировать. У нас большая страна, логистические расходы очень большие. И создается какая-то себестоимость непосредственно у каждого покупателя, в каждой области, да. И примерно по средней, по всей стране, я вам скажу для сравнения, один куб у нас обходится 24 тенге. Мы продаем его за 14 тенге. Хоть 10 тенге с куба мы теряем. Генерируем 180 миллиардов тенге убытков, да. Благо во время доступности газа экспортируем и за счет бурочки экспорта кроссубсидируем эти убытки. Но потребление растет, экспорта становится все меньше, мы его останавливаем, да, все заворачиваем на внутренний рынок. Доп-выручки нету. Как субсидировать? С республиканского бюджета брать нельзя, да. Так что нужно думать про инвестиционную привлекательность отрасли, стимулировать наших недропользователей добывать больше. Они будут добывать только тогда, когда они увидят маржу. Правильно же, это международные инвесторы. Так что мы сейчас проводим большую реформу. Минэнерго в первую очередь, да, и Самрук Казана проводит большую реформу ценообразования, чтобы было все привлекательно. Если у нас достаточно газа в стране, зачем мы покупаем газ, например, в России? Мы сейчас не покупаем газ. Мы не импортируем газ ни из какой страны. То есть мы пользуемся своим газом? Совершенно верно. И нам его достаточно? На данный момент достаточно. Как я сказал, в пиковый режим бывают такие эксцессы, когда нам приходится вводить ограничения. Понятно, что у нас потребление растет экспоненциально. Надо обуздать этот спрос, чтобы он был рациональным. А вот в этой стратегии, которая на 10 лет, да, в 2024 году сколько мы будем добывать газа? Ну, примерно, ну, те же, наверное, 55 миллиардов, да. Вопрос, когда говорим газ, это больше вы имеете в виду товарный газ, готовый к потреблению, да. Ну, примерно, наверное, 26-26,5, потому что такие большие прорывы. То есть вы так степ по степуете, да? Конечно, большие прорывы в объеме товарного газа за год не делаются. Они строятся там до 5-10 лет. Так что это большие капиталованные проекты, ну и технологически сложные проекты, как ГПЗ. А цена будет расти? На самом деле, вот регулирование цен на газ, никакого отношения национальной компании Каза-Газ не имеет. Оптовые цены фиксируются в Министерстве энергетики, розничные цены фиксируются в Министерстве национальной экономики. Это heavily regulated industry, да, то есть очень зарегулированная индустрия. Так что даже, например, цену, которую мы покупаем у недропользователей, тоже фиксирует в Министерстве энергетики, да. Это напрямую влияет на нашу, как бы, финансовую хозяйственную деятельность. Как-то странно, да, что вы покупаете дороже, продаете дешевле. Ну, понимаете, многие годы была политика сдерживания цены, ну, как президент сам и сказал, наши цены намного ниже, чем даже у соседей, да. Так что, ну, это нужно как-то степ-бе-степ пересматривать, да, приводить в соответствие, да. Так что большая работа ведется, уже большие продвижения есть. Кстати, есть большая новость, буквально на этой неделе озвучено было, что мы вводим новую формулу закупа газа у недропользователей, да, Министерство энергетики утвердило. Теперь она станет рентабельной для недропользователей. Так что это вызывает, наверное, новый бум в гелоразведке в газовой отрасли. Это и мотивирует и Казагаз, и Казмунайгаз, и других частных недропользователей, и наши мегапроекты Тенгизка, Шаган и Карачаинак. Хочу вернуться к анонимному письму и к тому наследству, которое вы получили, да. То есть, в общем, какая сумма причиненного ущерба? Ну, по итогам аудита, который был проведен силами Казагаз и правоохранительными органами, установлено 150 миллиардов тенге, примерно, как ущерб доказанный, который уже возвращен в республику, да, часть из них тоже возвращается. Но общая концепция, да, мы строим индустрию без загашек, справедливую индустрию, да, справедливую национальную кампанию. Так что понятно, что очень много нареканий, там, очень много анонимных, там, залов. Друзей у вас больше не стало, но врагов, мне кажется, стало больше. Ну да, ну, мы показываем характер, принципиальность, что когда набираем, например, кадры незамаранных каких-то коррупционных делах, да, чистых, профессиональных, которые работали в Казахстане, за рубежом, когда мы смотрим на контракты, все должно быть по справедливости, без каких-то схем, прокладок и так далее. А вот до этой должности вы занимали вот такую высокую должность в других компаниях? Вы в «Нафтогазе» работали, в «Экзамобил»? Да, на руководящих должностях работали. Ну, я работал и управлял теми же американцами, британцами, голландцами, да, то есть когда ты за рубежом доказываешь свою компетенцию, паспорт ни на что не влияет, да, ты руководишь другими экспатами. То есть к нам относились также на таком же уровне. Так что, ну и серьезные проекты делали. С такими сложностями мы тоже встречались, но вот масштаба, которую мы увидели, вот эти правонарушения как в «Казахстане», я нигде в мире не видел. Не тяжело было? Конечно, тяжело. Такого опыта именно борьбы с этим тоже не было, но благо есть прямая поддержка руководства страны, понятно, все правоохранительные органы занимаются. То есть мы, как отраслевики, наша задача обязательно... А это было одним из приоритетов, когда вас означали, что помимо того, что там стратегия нужна, да, нужно обеспечить там всю страну газом, да, чтобы не было, чтобы газ был бесперебойный, но и одним из заданий было разобраться, да, со всеми этими схемами, вскрыть их, найти людей, которые, там, я не знаю, все это время зарабатывали, да, и уводили все эти деньги. Ну, знаете, вот именно такого приоритета не было, потому что мы все-таки инженеры, я потраслевик, да, у Индерстана Гильгина там, и моя задача — реанимировать компанию, создать новую стратегию, чтобы создать, как бы, ценность, да, value creation. И мы должны заниматься вот этими тремя направлениями — главы разведки, газотранспортной системы и газохимия, да. И, понятно, оздоровление компании — это часть всего процесса, но во время, там, личных приемов главы государства, понятно было, прямое поручение по проведению комплексного аудита — это нормальное явление, но это не самый главный приоритет, потому что это прерогатива правоохранительных органов, то есть целые системные органы, которые занимаются такими делами, да. Наша задача именно природным сомнением — не кого-то преследовать, да, наша задача именно сфокусироваться на производственных вещах. — Насколько нам хватит нашего газа? Сколько лет? — Ну, как я сказал, на десятки лет 3,8 триллиона кубометров извлекаемых запасов, 62 триллиона кубометров прогнозных ресурсов, что ставит Казахстан на топ-15-16 стран в мире. Если это еще сделать успешную георазведку, на что мы и целимся, вот наша новая дорожная карта по увеличению ресурсной базы нацелена на триллион кубометров газа, то тогда Казахстан легко может зайти в топ-десятку в мире по извлекаемым запасам газа. — А перерабатывающих заводов у нас сколько? — У нас около 19, то есть если в общем сказать, потому что некоторые установки комплексной подготовки газа, да, ну, неполноценные ГПЗ, ну, примерно 19, они находятся в разных стадиях, разных стадиях износа. Да, в некоторых ГПЗ, они расположены возле месторождения, да, ну, их же ты не перенесешь, и некоторые недозагружены. Из-за этого есть большая необходимость строить новые заводы, где есть много газа, как Кашаган. — Я желаю вам удачи. И последний вопрос, просто такой человеческий, да, когда на такой должности, такая ответственность. Тут у тебя борьба с этими людьми, да, тут анонимки. Вот стрессы, как боретесь со стрессами? — Я люблю спорт, волейбол, теннис, так что и настольный, большой теннис, да, и в джим ходим, да. Ну, как сказать… — Прочитали вы анонимку, да? Тут комментарии в Инстаграм прочтешь, настроение падает, а тут целое анонимное письмо. То есть это же тяжело. — Ну да, но в какой-то момент, наверное, вырабатывается иммунитет, ты знаешь, что это все неправда, тем более анонимки в Казахстане по законам не рассматриваются, да, и легко доказуемо, да, ну, чего волноваться? Нам нечего скрывать, нечего волноваться, любые проверки, мы показываем, что все транспорентно, все открытое. Наша главная задача — это не терять фокуса, не терять внимание на основные задачи, поставленные президентом, там, правительством, да, нашими акционерами. Так что, ну, в первую очередь, это для благосостояния казахстанцев наших. — Ну, за год уже много проделано работы. — Спасибо большое. Планов еще больше. Так что 24 на 7 вашим Техканал. — Спасибо. — Спасибо.